Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Ура, друзья! Олимпийский огонь! Столица Удмуртской республики! Мы приветствуем хранителей огня и организаторов эстафеты на нашей Удмуртской земле от имени всех жителей республики! Ура, друзья! Мы гордимся тем, что в эту минуту мы все становимся участниками исторического события эстафеты Олимпийского огня в нашем родном городе Ижевске! Эстафету Олимпийского огня гордо принимает Удмуртская земля! Субтитры подогнали Симон. 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 Александр Ильич Волков! Добрый день, дорогие журчане, гости нашей столицы! Сегодня ломбада с Олимпийским огнем пришла в наш город и сайки протестуют 150 пакетоносцев, протяженность более 32 километров. Очень примечательно, что новый 2014 год эстафета пройдет в нашей республике. Это очень символично. Это накладывает на нас такой праздничный отпечаток и ответственность провести все эти мероприятия на самом высоком уровне. Удмуртия действительно является спортивной республикой. И сегодня на центральной площади журчане и гости столицы увидят парад, символ наших сельских игр. Вы представляете, мы единственные в России, кто уже более 20 лет регулярно каждый год проводит летние и зимние спортивные игры. Возрождаются традиции спортивных состязаний рабочих коллективов, так называемые спортагиады рабочих коллективов. Я от всей души поздравляю всех вас, дорогие друзья, с этой честью проведения олимпийского, эстафеты олимпийского дня в городе Жевске вот в первый такой рабочий спортивный день нового 2014 года. Мы все с вами будем очень болеть за нашу сборную. Как мы все жаждем, чтобы российская сборная завоевала больше всех наградов. Нет, еще не приезжали, принесли только участки, которые поступают. С праздником, замечательным днем поведения эстафеты олимпийского дня в нашем городе. Удачи, дорогие друзья, удачи нашей эстафете. Так смотрите, смотрите, давайте давайте аплодируем этим замечательным теплым словом, дружно-дружно, все вместе. Молодцы, рады, что сегодня измещение пришли сюда с хорошим настроением и надеемся, что оно сохранится на весь год. Для приветственного слова приглашается представитель, представляющего партнера эстафеты Сочи-2014. Главный инженер Горьковской железной дороги, филиала открытого акционерного общества, российские железные дороги, Александр Николаевич Рябков. Добрый день, уважаемые друзья. Сегодня олимпийский огонь прибыл на поезде в столицу Удмуртии, город Ижев. Действительно, республика всегда славилась самими выдающимися спортсменами. Имена Галины Кулаковой, Тамары Тихоновой и многих других далеко известны не только за территорией республики, но и по всему миру. Плохо же. Я поздравляю всех вас с этим замечательным событием. Всем вам добра, удачи, уверенности. С праздником! Да, друзья, действительно, это исторический праздник, который запомнится каждому из нас, ведь так, да, верно? А давайте громче еще раз. Друзья, хочу вас спросить, как вы думаете, сколько километров предстоит пройти Олимпийскому огню по нашему замечательному городу? Много-много вариантов, но давайте еще раз, чтобы мы все знали. Посмотрим, как Ижев следит за новостями Олимпиады. Олимпиады эстафеты Олимпийского огня. Ну, друзья, сколько километров? Дольче! Молодцы! Сегодня Олимпийский огонь действительно преодолеет в Ижевске более 32 километров. А как вы думаете, сколько факелоносцев удостоились чести нести этот замечательный факел? Не слышу, не слышу, давайте еще раз. Ну что ж, мне кажется, большие молодцы знают абсолютно все. Да, действительно, пронесут его 150 километров, среди которых именитые спортсмены, известные деятели культуры, образования и науки Удмуртской республики. Ну что ж, друзья, давайте еще раз поаплодируем этому событию. Ломбада с материнским огнем, с материнским олимпийским огнем уже здесь. Она в Ижевске и скоро первый факелоносец готов отправиться в путь. Дорога уже расчищена. Приготовьте свои фотоаппараты, чтобы стать свидетелями поистине грандиозного, масштабного, исторического события мирового масштаба. Не слышу, не слышу и жест. Давайте порадуемся дружно вместе. Люди, которые стоят справа, давайте вы отдельно поаплодируйте этому событию громче, чтобы чувствовалась сила каждого, радость каждого. Люди, которые стоят слева, где вы? АПЛОДИСМЕНТЫ Центральные ряды, друзья! Ну а теперь все дружно, все вместе! АПЛОДИСМЕНТЫ Приглашается первый факелоносец Удмуртского этапа эстапеты, заместитель председателя правительства Удмуртской республики, председатель Организационного комета, комитета по подготовке и проведению эстапеты Олимпийского огня на территории Удмуртской республики, Николай Николаевич Мусалимов! АПЛОДИСМЕНТЫ Что ж, друзья, давайте еще раз поаплодируем! АПЛОДИСМЕНТЫ Почетно, ответственно и в высшей степени волнительно быть первым внести факелоносец ответы Олимпийского огня и писать в себя историю Олимпийского движения. Уверен, Олимпийский огонь сегодня объединит жителей и гостей нашей столицы вокруг Олимпийского движения, основных ее принципов – это мира и дружбы между народами и активного привлечения занятиям физической культурой и спортом как можно больше жителей нашей республики и России. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ, ДРУЗЬЯ, НА ВАШИХ КЛАСАХ ИСТОРИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ Первый факел эстафеты Олимпийского огня в нашем любимом городе! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот он, первый факел Утмуртского этапа! АПЛОДИСМЕНТЫ Эстафета Олимпийского огня стартовала в городе Лежевске! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ваши аплодисменты! АПЛОДИСМЕНТЫ Первый факел Утмуртского этапа! АПЛОДИСМЕНТЫ И если больше нету сил, Прожимается ладонь, И пощады не проси, А в ушок как не огонь, АПЛОДИСМЕНТЫ